Платы понижали. Минимальная 3200, тут и 400. Хотели сделать 400. Откуда? Скажи, пожалуйста, это прежде всего сразу убираются малые предприятия, бизнес убирается малый сразу, потому что не в состоянии. Там такие налоги сделали. Ты занимаешься бизнесом, хочешь работать, не работаешь, доходы, ты должен заплатить Порошенко 710 гривен. Обязательно. Обязательно, Вань. Все. Обязательно. Ну так вот. Слышишь, а тебе говорили, что без страховки и без сейчас, и без газовой квитанции не пустим об оплате? Нет, это вообще никто ничего не говорил. Сейчас, а сейчас уже не говорили? Нет. Так может, ту новую страховку оформлять не надо? Так как я здесь делал? Нет, ну вот сейчас две недели проходит, может, ее новую оформлять не надо? Да никто не будет оформлять. Ну а что, почему они тогда так мучились? Ой, это что? Паспорта показываете, мучили. Трое. Уже, уже этот, герасонки заполнены. Давай. Нет, нет. Слушай, а тебе не создается такое впечатление, что уже украинские пограничники работают на российских гаишников? Где-то у тебя такое чувство? Ну именно, когда вот это говорили. Нет, нет, Саша, нет. Там уже, Саша, вышел в интернете, возник вот стать в интернете. Сначала была Черниговская область, это Речи Черниговская область. А сейчас сделали в Гадь Черниговской области. Они сделали такой закон. Ну, ты проснулся, закон уже против тебя сделан. Нет, я вот что хочу, я вот что думаю, почему с какого-то территорию российским пограничникам нужна российская страховка? Это ж люди, это, гаишники спрашивают в России. Правильно, все возмущаются, а им дать такую полномочия, чтобы они не ездили в Россию, как ты не можешь понять. А, вот так вот? Это надо все, вот и в России, Саша. Еще питанцы и за газ. Саша, это... За газ они сутят, блин, за долбалку. Конечно, они просто за место сказали, что... Они говорят, что еще за газ будем скоро проверять. Да, еще за газ, конечно. Ага, скоро... Не, он сейчас только говорит, что у тебя есть иностранный паспорт. О, иностранный паспорт. Какой, загран? Да, загран. А зачем? Ну, говорит, быстрее оформляется. Про страховку сейчас никто не понял. Подожди, это какой загранпаспорт? Это биометрический или обычный? Так, я не знаю. У меня когда-то был загранпаспорт. Не, ну, у меня есть загранпаспорт. Так, у меня когда-то... Не знаю, а есть у него срок годности? Да, 10 лет. Ну, уже прошел. Что ты мне уже два раза прошел? Это ты по этому загранпаспорту в Германию и в Польшу ездил? Нет, в Германию мы без загранпаспорта доедели. А в Польшу по загранпаспорту ездил. А, это у тебя еще что-то в 100 злотах осталось, вот это в альбоме для варок. Да. Понятно. 10 лет за загранпаспорту, потом это самое. А как интересно сейчас, можно сделать, допустим, обычный загранпаспорт вот этот, не биометрический, и получать по нему визу? Нет. Только обязательно биометрический раз делать. А виза, а тебе только виза дается на 3 месяца, и ты только там должен-то оформлять. Где? Вот приезжаешь ты в Польшу, тебе... А что именно в Польшу? Если я, допустим, захотел в Австралию или в Японию. В Австралию. А пересменка во сколько? Так это как, ну где-то в половину в основном. Полдесятого? А время сейчас сколько? Восемь. А это восемь по-нашему, а по их... Какая разница, это в Польшу? Это в Польшу. Ну, полчаса осталось, там они раньше бывают, в принципе, за это самое. Там, ну, потом Бондаренко, там уже это... Ну, я же знаю, у меня ножка была вот этого, 4 часа выезжать. О, смотри. Это пешеход или конь, как ты думаешь? Пешеход. Пешеход или конь? На коня не поход, на коня. Что-то давай быстренько иди, что ты идешь, как это самое? Сидят у машины. Ну, так положено сейчас, что... Да нет, она давно уже ушла, в окошечко свободно, да подходите вы. Сейчас надо, чтобы каждый человек выходил с машины, у кого проверял. Чтобы от машины далеко не отходил, называется... С ребенком, блин, это дольше намного, блин. Еще ребенку будут задавать вопросы. Куда едешь, кому едешь, с какой целью едешь. Там, если ФСБшник себе задают, то все остальные не задают. Да, они очень редко себя задают. Я вот, мы с Ленькой убрала, что-то ездили, так это... Она говорит, куда вы едете, я говорю, в камни едет на Украину. Домой, говорит, с дома домой. Понятно. Ну, и все, больше вопросов никаких. Он Ленькой задавал вопросы. Что там, Ленька? Лена... Это чудик. Это чудик. Это чудик. Угу. Кто помнит, кто не помнит. Брала в себе это самое... Давай, говорю, побольше, хотя бы три дня у меня. Классия, без дома, без них вина. Как без дома? Да так, Женя, все пропиток, ребенка, пила произведение. Представь себе. А сын там что-то? Классия, ну а что сын? Живет сейчас вот сама там какой-то, и все, она живет такой... И Галилька, такие деньги зарабатывал. Он просто заработал на станции СТО, машинник это... Слифовала, красила. Она там в такие денежки, она такие деньги сюда получала. Это пипец. И счастье это самое, и то туда, и туда. Я же тоже, что могу тебя с собой брать. Надо кормить, я тоже что-то самое. Я сама сэкономлю дома, деткам отдам. У меня тоже что-то самое это. Тоже живут в дому. И змею эту, такой хибарки. Пускай живут, знаешь, в таком. Там змеев и город такой маленький. Саш, там просто такой дом, дом лет, наверное, 50. В этом доме бабка жила. Ну, понимаешь, ничего не делали. Даже нету света вот во дворе. Сделали не телевизор, антенны, дологини. А газ есть хоть? Газ есть, но они приделывали. Там газ через задницу был сделан. Ну, в общем, приделали тоже летом. Воды нету. Ну, что-то воды нету. Туалета тоже нету. Колодца даже нету. Колодец где-то есть, там колодец. Там как-то по-интересному, где-то за углом. И там вообще не была. Они хотели это самое... Там родственники предлагали им дом. Там хороший, в этих потихатках. Там нормальный такой домик, там туалет неплохой. И в дворе, там просто рядышком. А потом так что случилось. Эти квартиранты не ушли. Или что-то какие-то нюансы. И это самое. И они не тот. Приехали, пусть бабка. А бабка живет сейчас в одном дворе. Только бабка фигель. А они в том доме. Там 70-7 квадрата в доме. Ну, слава богу, хоть есть там этот, как его, печка. Хоть печка там есть. Тут подтапливаю. Он тоже интересный, который привел с ребеночком. Ну, не знаю, а что такое. Чего ты глаз сильно нажал? Не знаю. Не знаю. Ты будешь отценивать качество обслуживания пограничника вот только кнопкой с зеленой или желтой? Да, они быстренько обслуживаются. Они молодцы. Я вот думаю, а что будет, если нажать правственную кнопку? Как-как-как-как-как на тебя посмотрят? Так-так. Ну, ты. Экспериментатор. Не то слово. Не то слово. Так вот, эта КТСка рассчитывалась на 30 поездок, и мы их все проездили, да? Угу. Ну, мы реактивные. Может, сегодня новую, новую, новую КТСку сделаешь? А не успеем мы уже. Время перед пересменкой. И перед пересменкой не делают КТСки. Вот, блин. В прошлый раз специально поехал, что после этого самого, после смены. Они говорят, забой тут, и машин много. Мать-те так будут заполнять декларации, что они долго запомнят. Просто, что дольше сложно оформлять. А, а сегодня... Конечно, оформлять дольше. А сегодня, между прочим, Бондаренко будет сегодня. Смена меняется Бондаренко. А как вы эти просчитываете? На обратке не делают КТСку, когда туда въезжают. А как вы эти смены просчитываете? Мы, сколько читали, не получилось у нас. Санечка, мой телефончик есть. Ты мне говоришь, скажешь, тебе какую смену расскажу, что сделалось. Быстренько позвонили, спросили, что там на границе. Я скажу, выезжайте вот то, вот то, вот то, вот то. Если вдруг чего надо. Понятно. Подвонили, если что. Без проблем. Вот вчера тоже мне за меня говорю, девочки не было, но я знаю, что смена Ярика. Он Ярик, пожалуйста. Смена, говорю, нормальная. Вот эта смена. Вчера, сегодня смена нормальная. Тут Бондаренко будет, он тут, ну, дуркуватый. Иногда бывает у него. А потом же смена тоже Игоря Васильевича. Вот там, в зависимости, еще и начальник бывает в этой смене. Начальник был в другой смене уже? Да, был он тогда и в первой смене. У него в этой смене был начальник раз. Наташку тоже вернули. Да, кстати, в этой смене. Да, 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 я же говорю. А объяснительные записки сейчас пишут или нет? Нет, Саша, те пишут, которые кони пишут. Кони пишут. А, это вот это, я обязуюсь вот этой. А на машине-то там и паспорта берут только через 7 дней, понимаешь ты? Вот они должны пронести, ну, там по 20 человек, ты просто в себе ходят. Машина забита, еще по 20 человек. У каждого 5 килограмм колбасы, и что еще берут? Да, и 6 бутылок водки, и блок сигарет. Ты можешь представить вот это все? А еще, бог бог, там игрушки елочные или что-то? А, да, игрушки елочные, там какие-то майонезики какие-то, игрушечки какие-то, сам, это... 20 человек, ну хоть надо слогость хоть иметь. Он тонк, вот, так понимаешь, о чем же говорить? Там мы-то стоим, вы стоите, ничего, блядь, не везете, извините. Ну, хоть это, мы тоже, Наташка, там нас 4 человека, Наташка, каждый пускай по 2, по 3 сумки, ладно. Ну, а, а там 20 человек, есть разница, Саш? А сколько этим коням платят, ну, допустим, одному? 80 рублей, 9, в зависимости, что несет. Там сейчас кони, ты меня извини, пожалуйста. Короче, от 80 гривен и выше, да? Да, я говорю, елки-палки, Наташка, я тебе вообще туда и обратно все провожу бесплатно. Ага. А ты, а, ты, ты, ты должна за мной хвататься к елки-палки, я... И тебе хорошо, и мне хорошо. Мне тоже там предложили, нет, говорю, я не буду бегать с одной-другой машиной, ради бога. Я говорю, да нет, говорю, мы по твоей смене не-не-не, говори, нет. Уже это самое. Это просто у нее, этот Славик у нее требовал эту, как ее, страховку. Я говорю, Наташа, ну возьми с ним нормально, поговори. Ты так языком до хера говоришь, б-б-б-б-бы. А, 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 а так, ну, может, ну, встала с Пашиславик. Но остается вот до Нового года. Есть такая фигня, где гарантия, ну, я пострадавший в этом. Хорошо, давай после Нового года, что ты представишь, чтобы звездочку тебе дадут или, ну, это. Сделаем, все будет нормально. Вот почему, понимаешь ты, потому что хохлы есть хохлы. Есть такие, бляха-муха, сделала, блядь, левую тут страховку, там, как лаварию сделала Евросии, да еще требуешь, чтобы ему денежки платить. Да вообще не показывай ее, тебе ее нету. Ты за это 410 рублей только штраф платишь. Ну, смотрите, это тут, вот мы сделали левую страховку на год, а потом у нас украинские пограничники обязались сделать уже не левую, а нормальную страховку, и сделали мы ее на 2 недели. Хорошо, а где ты, смотрите, гарантия, что сделать правильно. Вот Ленка, та самая, как я вам, Маслова, сделала страховку в этом, в ТАССе. Ей здесь, вот там ТАСС, все, сделала страховку. Ей приходят и говорят, а она не забита в компьютер. Она говорит, как не забита, да так не забита. Она взяла эту страховку, пошла в ТАСС. Ей говорят, извини, дорогая, он же рассчитался, его нету. Что он там делал? Да я откуда знаю. Вот, да, где гарантия, что тебе та самая страховка сделают правильно. Другие. Так она же как бы дороже стоит в 2 раза. Ну что, Саша, я тебе о чем говорю, потому что незащищенности. Пускай я говорю, а что, конечно, пострадавшая та самая водитель сторона, пускай это самое занимается этим, милиция, полиция, какие-то органы, чем-то пошло. Это гаишники этим должны заниматься. Правильно. Правильно. Пускай занимаются гаишники. Пишите. А там, вот, пишите это самое. А Лена там говорит, я не буду с вами связываться с гаиш, с полицией. Я там еще останусь виновата, ничего я писать не буду. У нас тоже проезжала там, ехала та самая колонна, кто-то в колонну что-то бросил. И у нас там получилось, я стою у меня возле дома, напротив, там какие-то, да я их не знаю, они или купили в доме, или там, я не знаю, это давно уже, лет, наверное, 5 или 4 года той дом стоит, он там достраивает, такой вот там, ну, молодежь какая-то. Я их вообще не вижу, там все, там горит шторка какая-то красная, во дворе стоит красная машина, я приезжал в пол одиннадцатого, представь себе, 4 мигалки возле моего дома остались. Я выхожу, и я в забор, и говорю, вы че кажу, бля, хамуха, вообще оборзели что ли, у вас звонка нету. Говорю, хе-то такой, чтобы этот звонок так цеплять, ну нету звонка, денег мне на звонок нету, это выходить. Какой ты, как-то нажал, зеленый, желтый или красный? Да, все, выкидите, не надо. Здравствуйте. Да, трое, там сейчас еще одна женщина выйдет. Здравствуйте. 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 Продолжение следует... 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 Еще с этими похоронами столько обмороки было. Ой, да бабушка старенькая, сколько своих бы собрали и все. Да при чем тут своих? Мы же кафе заказывали на 20 человек в ежачке. Вот вчера будили, правда, что пришло мало, только мы, соседка, тетя Валя и все. Ну и хватит, Саша, сколько сейчас эти похороны стоят? Ну сколько? Нам вышло это все в 10 тысяч гривен. Пинцы. А бабки хотя бы были там какая-то... Ну вот еще надо две пенсии получить, для этого там еще документы мы не до конца собрали. Нихрена себе. А пенсия у нее где-то тысячу полторы? Да вы что, а наш участник Трудового фронта войны там что-то около 4 тысяч. О, ну как раз нормально. Не 4 тысяч, а 3 там 800, где-то так. Так мы же пенсии распоряжались Ааа, все понятно Ну нормально Бабка 98 лет прожила С половиной Могла бы еще прожить Еще больше, если бы с кровати не упала Вот так вот Она сама поднималась или нет? Сама поднималась Ну правда далеко не хотела Дальше дома не ходила Так она же еще ходила 98 лет ходила, не лежача была? Так она слепая была, глухая Но при этом ходила У нее там палочка была Кое-как хромая Но до туалета дойти могла Ну ни хрена себе Это хорошо, 98 лет это извините пожалуйста А потом вот это когда с кровати Вставала, упала, головой ударилась Ногу сломала И из-за той ноги умерла Началась гангрена из-за ноги Это самое Саша У меня тоже самое Моя бабушка Бабушка тоже самое Тоже Она так нормально все Она так Чтобы болеть не сильно болела Огород там 10-15 соток Это ей было 70 Ну 80 лет 80 лет 82 было Так она же тоже упала И вот это бедро поломала И все Она как слегла Вот это бедро Почему-то самая Говорю ну че ты Че выходит так это самая Она же не слушала Все нормально Все нормально Ну вот нормально тебе Все Как слегла и все Не успели Давай сюда Декларацию таможенную Это хорошо Там потом я в логачевке остановлюсь Уже я в туалет схожу Да что в России пристегивать надо Не то что у нас Хорошо в Украине Без ремня можно ездить Не знаю Че-то я все время В Украине без ремня езжу Нормально А тут тогда Что было С Наташкой И вот так как рейк был Они на каждом углу стояли Да Тогда пристегивались Тогда рейк был конкретный У нас же система такая Ты же в городе можешь не пристегиваться Да И в городе же фары не можешь не включать А в России не хочет и везде А где же нема Блин Я же Шлагбаум открыли Я ищу этот самый талончик Ну это же в Украине талончик А в России талончиков нет Я понимаю Кто-то ищет Бах-бах нет Я не знаю С талончиками Тимичу Блин Я теперь куда? В городок или куда? Не знаю Куда вы приехали? В городок Ну значит туда я И на валуйке будем ехать Короче Когда хотите туда и поедем Не я Сейчас А мы все в городок едем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok